Это два концерта планировалось, 4-5 мая, но теперь, на самом деле, в связи с этим... Да, я слышал, какой концерт, он уже билет купил. О переносе своего концерта брянский музыкант Лиз теперь может рассказать в онлайн-эфире в соцсети. Пандемия коронавируса изменила формат выступлений для многих творческих единиц. Мы пили терпкое вино, Считали грустные стихи, И все, что было нам дано, Вот эти радостные дни Мы проводили, как могли Артисты работают по удаленке. Стрим-концерты решили делать и наши местные музыканты. Долбаный вирус, ковид-19 Всем говорят, чтоб не напрягаться Ну и как же расслабиться тут Хоть и в повязках, но мозги долбут Мы просто поняли, что сейчас, как бы, ну, такое дело, у музыкантов нет концертов, а, ну, нет выступлений. Ну, как музыкант без выступления? Как бы хочется себя показать, хочется, чтобы у тебя был какой-то зритель, даже пусть виртуальный. Многие сегодня стримят дома. Это показалось Алексею слишком просто и скучно. Решили собираться хотя бы втроем. Сценой для музыкантов стал один из барбершопов, заскучавший по людям в связи с самоизоляцией. Получается, что один человек это мало, два человека, так как мы вдвоем играем в одной группе. Это скучно, хоть я пою свои песни, Сергей поет свои песни. А три человека это классический русский подход. Подход для того, чтобы было и интересно, и не перебор, и в данном случае музыки всем хватило. В голове моей пусто-пусто, там просто тыст и на струны не звучат. Пристоя еда, уделый вид, голову болит, сердце не слышит. Это уже второй музыкальный онлайн-концерт для Сергея Лаленкова и Алексея Симоненко. Решили, что третий участник стрима каждый раз будет меняться. Вот решили пригласить и меня вместе попеть песен. Кто будет в следующий раз, загадка, может и для самих авторов проекта. Получается, что мы можем охватить более, ну как бы, более больший круг аудитории. И вот, как мне кажется, сейчас, благодаря тому, что мы сидим на карантине, да, нас просмотрят сейчас люди из других городов. Мы просто попоем песни, мы с ними пообщаемся, поболтаем, они увидят нас из других городов. И может быть какой-то небольшой процент, я надеюсь, что в ближайшем будущем, когда опять пойдут живые концерты, они приедут нам в гости, и это будет очень приятно. Ты можешь меня спасти, даже если знакомый астролог предскажет по карте неба бесполезность моей борьбы. Андрей Мамушин, Денис Пашков, События, Брянск. Даже если молить...